Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную шапочку для девочки на где-то приблизительно месяца 9, годик, то есть в зависимости от объема головы. Она очень красивая, тянется немножечко даже, то есть вязала я ее из довольно-таки крупной клопковой пряжи. Хотите, свяжите немножечко пряжей потоньше, то есть на ваше усмотрение, если вы хотите более такую как летнюю панамочку. Она у меня связана, подойдет как для летней панамочки, так и для прохладных летних вечерков. То есть, вот смотрите, она связана очень легким узором, вот так вот с макушечки вяжется и набирается постепенно высота. Вот таким цветочком из ленточки я ее украсила. Цветок вы можете найти, как сделать у меня на канале. Сегодня я покажу вам, как сделать именно основку, то есть как сделать вот эту шапочку-панамочку. Я буду вязать пряжи Гималая Парринамини розового нежного цвета. Здесь 145 метров в 50 граммах. Крючок я использую номер 2, хотя рекомендовано номер 3, так как пряжа не слишком такая тонкая, а как вы видите, вот она более, так сказать, утолщенная. Здесь ниточка состоит полухлопок, полуакрил. Также понадобятся ножнички для обрезания кончиков и ваше хорошее настроение. Начнем мы вязание панамочки с кольца Амигуруми. Обхватываем ниточкой 2 пальчика, закрепляем и делаем еще 2 воздушные петельки 1 и 2. Теперь нам нужно в кольцо Амигуруми сделать 15 столбиков с одним накидом. Делаем 1 столбик, далее накид 2 столбик, прям в колечко. Накид 3 столбик, накид 4 столбик, накид 5 столбик, накид 6, накид 7, накид 8, накид 9, накид 10, накид 10. Накид 11, накид 12, накид 13, накид 14, я немножечко подтяну колечко, чтобы у меня поместился 15 столбик и последний 15 столбик. Теперь немножко ниточку привыкните, последнюю петельку, для того, чтобы не спустилась, и хорошо затяните наше колечко амигуруми. Тянем за короткий хвостик и стягиваем максимально, чтобы у вас не было вот здесь дырочки. Вот, посмотрите, очень довольно-таки аккуратненько получается. И делаем соединительный столбик в третью петельку подъема. Вот, у нас 3 воздушные петельки были, 1, 2, 3, вот в третью делаем соединительный столбик. Первый ряд окончен. Теперь делаем соединительный столбик вот так вот между столбиками с накидом. Переход как бы в арочку. Арочки у нас будут находиться между столбиками с накидом, то есть вот здесь вот, в наших, так сказать, промежутках между столбиками. Вот мы сделали соединительный столбик, как бы перешли в арочку. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2 и 3. И одну воздушную петлю, как бы с узора нашего. Делаем накид и в эту же арочку делаем 1 столбик с одним накидом. Таким образом у нас в этой арочке провязалось, как бы столбик с накидом у нас заменили 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля, которую мы провязали 4, между столбиками с накидом. Теперь делаем воздушную петлю и через арочку, то есть одну пропускаем, в следующую, делаем столбик с одним накидом, через петельку, воздушная петля и снова сюда же в арочку столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, накид и через арочку, то есть вот она следующая, через нее делаем столбик с одним накидом. Воздушная петля и сюда же второй столбик с одним накидом. Теперь воздушная петля, накид и снова через арочку, то есть вот она следующая, через нее делаем столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. То есть делаем своего рода такие вот рогаточки и между этими рогаточками воздушная петля. Делаем эти рогаточки через петлю, то есть смотрите, воздушная петля между рогатками. И теперь через арочку делаем рогатку, столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же вторую стеночку рогатки, столбик с одним накидом. воздушная петля и снова через арочку делаем рогатку столбик с одним накидом воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом снова воздушная петля накид и через арочку столбик с воздушная петля сюда же столбик с одним накидом воздушная петля через арочку столбик с одним накидом воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом заканчиваем ряд воздушная петля и соединительный столбик третью петельку подъема 1 2 и 3 третью петельку соединительный столбик Второй ряд также окончен. Второй ряд мы с вами закончили над столбиком, то есть над воздушными петельками тремя подъема, заменяющими столбик с накидом. Делаем переход, так сказать, в нашу рогатку соединительным столбиком. Вот она рогаточка. И делаем три петельки воздушного подъема. 1, 2, 3. И одну воздушную петлю для узора. Делаем накид и в эту же рогаточку провязываем столбик с одним накидом. Теперь делаем воздушную петельку, накид и вот между рогатками здесь вот делаем столбик с одним накидом. Воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, накид и в рогатку уже в арочку. Делаем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. То есть как бы повторяем предыдущий ряд, но там мы делали через петельку, а сейчас делаем в каждую, то есть в каждую арочку. Вот в рогатку, между рогаткой, в рогатку, между рогаткой. По столбику с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И между нашими, так сказать, рогаточками верхними делаем воздушную петлю. То есть сейчас мы закончили рогатку, делаем воздушную петлю и между рогатками предыдущего ряда в арочку делаем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. И снова воздушная петля между рогатками и в рогатку предыдущего ряда столбик с одним накидом, воздушная петля, сюда же столбик с одним накидом. Между рогатками воздушная петля и между рогатками предыдущего ряда в арочку делаем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. И последний раз делаем накид и провязываем вот здесь вот в арочку между предыдущего ряда нашими, так сказать, рогаточками, теперь воздушная петля и соединительный столбик в третью петельку подъема воздушных петель начала ряда. Сделали соединительный столбик и теперь нам нужно пробраться за, так сказать, вот эту рогаточку, то есть в предыдущем ряду вот в одну арочку мы делали два столбика с накидом, воздушная петля между ними. Теперь нам нужно пробраться за нее, то есть вот в эту арочку между рогатками предыдущего ряда. До нее мы будем добираться следующим образом. Сделаем две соединительные петелечки или два соединительных столбика вот так вот и делаем в нее же в арочку третий соединительный столбик. Вот таким образом мы добрались, так сказать, в арку между рогатками. Вот так вот. Теперь делаем три петли воздушного подъема. 1, 2, 3. Теперь делаем накид и в эту же арочку еще делаем два столбика с одним накидом. Один и сюда же второй. Теперь делаем одну воздушную петельку, накид и снова находим место между, так сказать, между рогатками арочка. То есть вот она у нас вторая рогаточка, ее хорошо видно. Вот в эту арочку делаем три столбика с одним накидом. Один столбик, сюда же второй и сюда же третий. Теперь снова воздушная петля, накид и находим место между рогатками, вот эту арочку. То есть рогатки, вот они у нас были провязаны по два столбика с накидом между ними, воздушная петля, в предыдущем ряду. А мы находим арочку, которая за ними и делаем в нее три столбика с одним накидом. Итак, делаем в каждую арочку между рогатками предыдущего ряда. Между тремя столбиками обязательно воздушная петелька. Итак, один столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий. Теперь воздушная петля между нашими столбиками. И снова находим арочку между рогатками и в нее провязываем три столбика. Итак, в каждую арку между рогатками мы провязываем по три столбика с одним накидом. И довязываем четвертый ряд, так сказать, между галочками последними три столбика с одним накидом. Один, два и сюда же три. Делаем одну воздушную петельку и в третью петельку подъема начала ряда делаем соединительный столбик. Вот таким образом мы с вами закончили четвертый ряд. Теперь нам снова нужно пробраться в арочку уже теперь между тремя столбиками с одним накидом первыми и вторыми. Вот в эту арочку. Теперь мы будем вязать арочки между вот этими тремя столбиками с одним накидом первыми. арочка вторыми, теперь за третьими, четвертыми, то есть в эти арочки между столбиками с накидом. Нам нужно пробраться снова в нее. Для этого делаем первую соединительную петельку или соединительный столбик. Далее вторую. И вот третью мы делаем уже в арочку. То есть таким образом мы с вами перешли вот в эту арку. Как вы видите, это практически незаметно. То есть это в вязании. Я вам сказала бы даже вообще для меня, вот если бы я не знала, наверное и не видно было. Итак, делаем три воздушные петельки подъема. Один, два, три. Теперь накид. И в эту же арочку делаем два столбика с одним накидом. Один столбик и сюда же второй. Теперь делаем две воздушные петельки. Находим следующую арочку. В нее провязываем три столбика с одним накидом. Один столбик, сюда же второй и сюда же третий. Две воздушные петли. Как вы видите, от, так сказать, предыдущего ряда отличий особых нет. Тоже провязываем по три столбика с одним накидом. Каждую арочку между столбиками с накидом. Но теперь у нас между столбиками две воздушные петли. В предыдущем ряду у нас была одна воздушная петелька, теперь две. То есть провязываем, делаем накид, провязываем в арочку три столбика с одним накидом. Один столбик, сюда же второй и сюда же третий. И делаем между столбиками две воздушные петельки. И так в каждую арочку, еще раз повторюсь, провязываем по три столбика с одним накидом. И между столбиками в арочках делаем 2 воздушные петли. То есть над столбиками предыдущего ряда вместо них мы будем делать 2 воздушные петельки. И вот мы с вами заканчиваем пятый ряд. Делаем последние 3 столбика с одним накидом в последнюю арочку предыдущего ряда. Теперь делаем 2 воздушные петельки и в третью петельку подъема делаем соединительный столбик. Вот как вы видите мы с вами закончили ряд. И как всегда переходим в нашу ближайшую арочку. То есть снова делаем соединительные петельки или соединительные столбики 1, 2 и 3 столбик в арочку. Перешли вот таким образом мы с вами в арку и делаем 3 петли подъема 1, 2 и 3. Делаем накид и еще провязываем сюда же в арочку уже 3 столбика с одним накидом 1, 2, 3. Почему я говорю уже 3? Потому что мы в предыдущий раз провязывали после воздушных петелек еще 2 столбика. Сейчас мы провязываем 3. То есть обратите внимание, у нас в арочке уже 4 столбика с одним накидом. Воздушные петли заменили 1 столбик с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Накид и переходим в следующую арочку. В следующую арку провязываем 4 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2, 3 и сюда же 4. Между 4 столбиками с одним накидом мы делаем 2 воздушные петельки. То есть сейчас мы с вами делаем по очереди 2 воздушные петельки. Делаем накид, переходим в следующую арочку. Тоже 4 столбика с одним накидом делаем. 1, 2, 3 и сюда же 4. Снова между нашими столбиками арочку образуем из 2 воздушных петелек. То есть в следующем ряду в эту арочку мы с вами будем вязать снова. Как вы видите, у нас благодаря воздушным петелькам увеличивается количество столбиков. Точно так же, как и увеличивается размер донышка нашей шапочки. Итак, продолжаем. Арочки провязываем по 4 столбика с одним накидом. А между 4 столбиками с одним накидом провязываем по 2 воздушные петельки. Итак, довязываем 6 ряд в последнюю арочку. 4 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2, 3 и сюда же 4. Теперь делаем 2 воздушные петельки и в третью петельку подъема делаем соединительный столбик. Таким образом мы с вами закончили ряд. Теперь нам снова переход нужно сделать в ближайшую арочку. Мы, как всегда, с вами делаем соединительные столбики, но теперь из-за столбиков с накидом, увеличенных на 1, но у нас соединительных столбиков получается 3 по столбикам и 4 по арочку. То есть мы с вами делали сначала 3 соединительные столбика, а теперь делаем уже 4, благодаря тому, что у нас увеличился столбик вот здесь вот, так сказать, количество столбиков на 1 столбик с накидом. Итак, перешли в арочку, делаем привычные нам 3 воздушные петельки подъема и эту же арочку делаем еще 3 столбика с 1 накидом. 1 столбик, сюда же 2 столбик и сюда же 3 столбик. У нас в арочке провязано благодаря 3 воздушным петелькам подъема провязан 1 столбик с накидом, то есть 4 столбика с 1 накидом всего провязано в арочку. Но в этом ряду, в отличие от предыдущего, у нас уже 3 воздушные петельки между арочками. То есть делаем накид, в следующую арочку провязываем привычные наши с предыдущего ряда 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3 и 4. Но между арочками уже 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид и снова в следующую арочку провязываем 4 столбика. С 1 накидом. 1, 2, 3 и 4. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переходим к следующей арочке провязывать столбики с накидом. 1, 2, 3, 4. Как вы видите, существенных, так сказать, изменений не произошло. Но между арочками вместо предыдущих провязанных 2 воздушных петелек у нас сейчас провязывается 3. То есть благодаря вот этим воздушным петелькам снова увеличивается, так сказать, объем нашего донышка, размер. 1, 2, 3 и продолжаем вязать в арочке столбики. Довязываем 7 ряд 3 воздушными петельками и в третью петельку подъема первого столбика, вот здесь вот, где мы с вами делали 3 воздушные петли, соединительный столбик. Как всегда, снова делаем переход в арочку. 1 соединительный столбик, далее в следующую петлю 2 соединительный столбик, в следующую петлю 3 соединительный столбик и в арочку 4 соединительный столбик. И сейчас мы с вами 8 ряд, 9, 10, все последующие будем вязать по примеру 7 ряда. То есть делать 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид и в эту же арочку будем провязывать 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. То есть воздушные петли нам заменили столбик, еще 3 столбика. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид и в следующую арочку 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3 и 4. Снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в следующую арочку 4 столбика с 1 накидом. То есть, как вы видите, от 7 ряда 8 ничем не отличается. И все последующие ряды вы провязываете точно так же. То есть без, так сказать, каких-либо изменений вы провязываете до нужной вам высоты шапочки. То есть в диаметре у меня вот этот кружочек, то есть донышко нашей панамки получился 12 см. Если вы хотите немножечко увеличить, то есть вам нужен немножко размер больше, чем у меня здесь, то есть размер донышка чуть-чуть больше увеличить, то вам нужно будет провязать вместо 4 столбиков в этом ряду 5 столбиков. То есть точно так же переход делаете в арочку, провязываете вместо 4 5 столбиков с накидом и между 5 столбиками с накидом в одну арочку и вторую арочку провязываете в 3 воздушные петельки. То есть просто увеличиваете, так сказать, диаметр донышка с помощью провязанных столбиков. Можете вместо 4, еще раз повторюсь, провязать 5 в арочку, но количество воздушных петелек не меняйте, то есть 3. Это для тех, кто хочет увеличить размер. И только после 8 провязанного увеличенного ряда, то есть вот этого ряда, который вы будете увеличивать, будете вязать без изменения высоту, то есть 16-17 см, сколько вам нужно. Если же вы вяжете точно такие же размеры, как у меня, то уже начиная с 7 ряда, как я, провязываете по 4 столбика с накидом в каждую арочку и между ними 3 воздушные петли в каждом ряду без изменения. То есть если вы сделали первоначально прибавки по 5 столбиков, то так и продолжаете вязать без изменения по 5 столбиков. Если же вы, как я, по 4 остановились, то провязываете по 4 до высоты 16 или 17 см, так как шапочка довольно-таки хорошо растягивается, я советую вам лучше всего это примерить на ребенка, на которого вяжете. Если же это подарок, сделайте на полсантиметра больше, чем считаете нужным. Эти полсантиметра, так сказать, роли сильно не сыграют. Ну, я буду вязать, наверное, до 16 см, так как потом у меня, если что, будет, так сказать, запасик. Я в любой момент могу довязать этот сантиметр. Я вам покажу в итоге при обвязывании нашей шапочки, как можно будет потом увеличить еще на сантиметр данную шапочку. Вот я довязала нужную высоту шапочки. Если померить от кольца амигуруми до, так сказать, низа, у меня получается высота 16 см. Вот так вот. Я решила закончить на 16 см и дальше показываю вам, как обвязывать. То есть вы сделали последние 3 воздушные петельки, третью петлю подъема делаем соединительный столбик. И теперь в каждую петельку нашу, у нас их 3 сейчас над столбиками, мы делаем по столбику без накида. Один столбик над первым столбиком, далее второй столбик над вторым, третий столбик над третьим. Мы, получается, провязали по столбику без накида над вот этими столбиками с накидом предыдущего ряда. Теперь у нас идут 3 воздушные петельки. Мы делаем просто, ныряем в арочку и делаем 3 столбика без накида. Один, второй и третий. Просто, чтобы не, так сказать, делать столбики в петельке, мы делаем их в арочку. То есть вот таким вот образом. Теперь у нас 4 столбика с накидом предыдущего ряда. Мы в каждый столбик продолжаем делать столбики без накида. Один, два, три и последний четыре. Теперь снова у нас 3 воздушные петельки. Делаем 3 столбика без накида. Один, два и три. Теперь снова 4 столбика с накидом предыдущего ряда. В каждый столбик делаем по столбику без накида. Один, два, три и четыре. Итак, мы делаем этот ряд полностью столбиками без накида. При том, что мы над столбиками с накидом предыдущего ряда делаем по столбику без накида. А где у нас 3 воздушные петельки, провязываем по 3 столбика без накида в арочку. Просто по 3 столбика. Вот так вот. Один, два и три. И продолжаем провязывать по столбику без накида над столбиками с накидом предыдущего ряда. Вот я довязываю последнюю арочку 3 столбика без накида. Один, два и три. И продолжаю провязывать в каждую петельку предыдущего столбика ряда. Вот так вот. По столбику без накида. То есть в этом ряду мы полностью в каждую петельку провязываем по столбику без накида. Обязательно обратите внимание, что вяжем за обе стеночки, за обе полупетли столбика без накида. Как в предыдущем ряду, так и в этом. Просто в каждую петельку по столбику без накида. И так до конца этого ряда полностью. То есть до момента, так сказать, начала второго ряда. Каждую петельку провязываем по столбику без накида. Вот я довязала второй ряд до конца. Кому показалась, так сказать, обвязочка наша слишком тоненькой, можете провязать еще ряд столбиков без накида. Но мне вот этого сантиметра более чем достаточно. Я делаю над столбиком, вот этим воздушных петелек, так сказать, соединительный столбик. И, конечно же, обрезаю ниточку. Вот так вот. И прячу кончик. Вытаскиваю ниточку через вот эту петельку на изнаночную сторону. У нас вязание замкнулось. Как вы видите, его практически не видно. Я бы даже сказала, что на камеру его видно более чем в жизни, так сказать. И кончик, конечно же, ниточки заправляю с изнаночной стороны. Желательно хлопковую ниточку разделяете вот так вот напополам. Ну, там приблизительно, плюс-минус. И закрепите ее узелочком где-то вот, ну, допустим, проденьте через какую-то петелечку одну из сторон. И закрепите плотненько узелком. Почему я так вам советую? Потому что хлопковая ниточка, в принципе, имеет свойство хорошо распускаться. В отличие от шерстяных, полушерстяных. Она, как бы, такая скользкая. И из-за этого может получиться, так сказать, крепление не очень хорошим. И кончики вот эти прячете, либо вставляете в иголочку, прячете в разные стороны ее, растаскиваете, либо в одну сторону, продеваете просто крючком сквозь вязание. В общем, смотрите на свое усмотрение. Если вам удобно, возьмите потоньше крючок, проденьте. То есть, ну, в общем, на свое усмотрение. Шапочка наша, так сказать, основка окончена. Можете оставить ее вот в таком виде. Я вам советую ее немножечко намочить. И либо натянуть на банку, либо на какую-то такую вот кругленькую, так сказать, поверхность. Для того, чтобы она, так сказать, приобрела форму красивенькую, выровнялась. Если у вас вязание идеальное, то можете ее оставить в таком виде. Ну, я обычно вот этот вот низ, так сказать, вот эти столбики немножечко мочу и прирастягиваю. Они красивенькую тогда форму приобретают, то есть ровненькую. Вот они сейчас как бы у нас легли немножечко волной. Хотите, можете оставить так. Теперь нам осталось только украсить на свое усмотрение. Можете взять мелкие жемчужные бусинки. Допустим, где-то их попришивать, так сказать, в шахматном порядке с одной стороны. Либо можете сделать с помощью бусинок цветочек. Можете в моих предыдущих видео уроках взять какой-то, так сказать, цветочек из ленточек себе на заметку, какую-то бабочку. Я буду делать, скорее всего, что цветочек на эту шапочку. В принципе, можно прицепить и бусинки, если вы хотите не такую наляпистую, так сказать, цвет. То же самое можете сделать не розовое, а какой-то либо другой. В общем, украшайте на свое усмотрение. Я надеюсь, что вам мой видео урок был понятен, интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!